Доброго времени суток, дорогие подписчики, доброго времени суток, гости моего канала. У нас сейчас с вами идет растущая луна, и это значит у нас с вами замечательное время для проведения финансовых ритуалов, любовных ритуалов, ритуала на благополучие, успех и так далее. Последние дни записываю очень много ритуалов на исполнение желания, на благополучие, на успех. Вот сегодня у нас есть один ритуал, это шипоток, пересчитать деньги, я ссылочку оставлю в первом прикрепленном комментарии. И сейчас я записываю для вас ритуал, это чтобы у вас в доме всегда было благополучие, успех, удача, чтобы ваш стол всегда был полон, и изобилие всегда сопутствовало вам. Итак, смотрите, ритуал делается строго 7 дней подряд на растущую луну. Какие это будут дни растущей луны, там допустим 5, 8 начало вы делаете, либо 10 значение не имеет. Главное, чтобы первый день и последний 7 день они попали на растущую луну. Для ритуала вам понадобится сахар, можно использовать домашний сахар, либо мед, значение не имеет. Одна зеленая свеча, свеча вообще не имеет значения какая, восковая она, парафиновая она, церковная она. Главное, чтобы цвет у нее был зеленый. Плюс понадобится молитва, которая будет в первом прикрепленном комментарии, после ссылочек на мои другие ритуалы, которые я советую вам посмотреть. Ну и, соответственно, подписка на этот мой второй канал. Если вы заметили, этот канал называется Самир Али и циферка 2, так как это не мой основной канал. Поэтому, кто сюда не подписан, подписывайтесь обязательно. А я начинаю вам объяснять. Итак, все. День первый. Что вы взяли? Взяли любую емкость. Емкостью потом можно будет пользоваться запросто, без всяких проблем, даже в домашнем обиходе. Насыпаете сахар. Сахар берете ровно столько, сколько вам понадобится для того, чтобы на восьмой день ритуала вы что-то испекли, либо что-то приготовили. Насыпали сахар, установили прямо в центр вашего сахара свечу. Устанавливайте так, чтобы она у вас не упала. Зажигаете свечу строго спичками. Так, секундочку, я приподниму, чтобы вам было видно. Зажгли свечу спичками. И читаете слова молитвы один раз подряд. Даете свече буквально там минуту разгореться, после того, как вы прочитали слова молитвы один раз. И тушите ее пальцами. Но когда тушите, вот смотрите, у меня упала, вы не делайте так, чтобы она у вас падала. Далее. Все. Оставляете так на своем столе. Наступает второй день. Кстати, не обязательно, чтобы в одно и то же время. Вы можете в разное время делать. Наступает второй день. Зажигаете также свечу. Читаете ту же самую молитву уже два раза. Прочитали, дали минуту погореть. Также потушили пальцами. Наступает третий день. Зажигаете свечу. Читаете три раза подряд. И так до седьмого дня. Наступил седьмой день. Вы зажигаете свечу. Читаете молитву семь раз подряд. И даете свече догореть практически до конца. Как вы увидите, что до сахара остался, допустим, сантиметр. Вытаскиваете свечу. Устанавливаете ее с любой стороны на подсвечник, либо крышечку. Тут значения не имеет вообще никакого. Даете свече полностью догореть до конца. Как только свеча сама потухнет у вас. Все, она потухла. У вас остался воск, либо агарок от свечи на вашей крышечке, либо подсвечнике. Собираете весь этот агарок до последнего остатка. Вот полностью собрали воск. И прикрепляете вот ваш стол, где вы обедаете, ужинаете, завтракаете. Вот ваш гостиный стол. Прикрепляете под стол, желательно прямо к центру. То есть находите его центр. И под стол вы это прикрепляете воск. Прикрепляете так, чтобы он у вас не упал. Сахар оставляете на этом столе еще на один день. Наступает восьмой день вашего ритуала. То есть в семь дней подряд мы зажигали свечу. Семь дней подряд мы читали молитву. Наступил восьмой день. Этот сахар нужно употребить. То есть из него нужно испечь что-то, либо что-то приготовить. Теперь сейчас многие скажут, ой, это сложно, не знаю там что, не знаю там как. А приготовили, допустим, торт. Грубо говоря, торт. Делите торт на четыре части. Три части оставляете себе. Одну часть вы должны отдать кому-либо. Хоть нуждающемуся, хоть вашему соседу. Тут значения не имеет. То есть вы отдаете дань другому человеку тоже. А вот то, что осталось вам, хотя бы, вот допустим, вас в доме пять человек, к примеру, говорю, да, хотя бы по одному кусочку должен съесть каждый. Теперь, кто досмотрел до конца, тот сейчас услышит. Ритуал действует год. Через год, если хотите его заново повторить, вы берете этот воск из-под стола, уносите под любое плодоносящее дерево и кладете туда. И делаете заново ритуал. Если за год вы поменяете стол, ритуал проводить заново не надо. Просто берете этот воск от старого стола и прикрепляете к новому столу. Ну все, гости канала, подписывайтесь на канал. Постоянные подписчики, ставьте свои лайки, делитесь моими видео. Всех вам благ, удачи, успехов, крепкого здравия вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok